В Николаеве почти две тысячи детей остались без бассейна. У юных спортсменов теперь только два варианта. Зарядка на свежем воздухе, либо тренировка за деньги на другом конце города. Что не так с бассейном и есть ли способ исправить эту ситуацию, разбирались мои коллеги. Николаевский спорткомбинат «Заря» принадлежит государственному предприятию. Почти две тысячи детей занимаются в четырех секциях. Но ребята, которые занимаются плаванием, остались без бассейна. Его постоянно закрывают из-за аварийного состояния. В этом году уже второй раз. Каждый год, четыре года подряд, новая смета на ремонт, новая проблема по поводу ремонта. Производится какой-то ремонт, проходит полгода, опять бассейн закрывается на ремонт. На очередной какой-то ремонт. Мы выкручиваемся как? Занимаемся с детками в тренажерных залах, малых залах, зала аэробики, футбольные поля вот сзади нас находятся. Директор спорткомплекса Виталий Барский утверждает, что есть соответствующие приказы руководства завода и выводы специалистов. Использовать бассейн опасно. Ему почти полвека. И за это время не было ни одного капитального ремонта. Экспертная комиссия даст правильный ответ, имеем право мы эксплуатировать или не имеем. В родительском комитете секции плавания убеждены, спасти бассейн, да и сам спорткомбинат может передать его собственность города. С этим предложением они уже обращались в мэрию. Там инициативу рассмотрели и вышли на переговоры с руководством завода. Поля в таком состоянии, как они существуют, они не требуют, скажем, особого вложения. Бассейн и здания это львиная доля бюджета содержания этого объекта. Поэтому нельзя просто оттуда извлекать объект, который очень дорого содержать. Это дать городу, потому что нет денег на содержание. А то, что в принципе не имеет большого бюджета на содержание, можно себе позволить оставить. Судьба бассейна для юных пловцов теперь зависит от того, договорятся ли город и руководство завода. Марина Григорян, Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер Николаев.